Добрый день, с вами Ирина Пивоварчук, астролог. Новолуние будет в Тельце, и хотелось бы немножко поговорить, что оно даст на месяц всем знаком Зодиака, поскольку людям это интересно. Давайте попробуем. Значит, смотрите, Новолуние будет 2201 в знаке Тельца. Это, знаете, что это новый этап для людей, рожденных под знаком Тельца. Сейчас мы вернемся к Овну и продолжим со знаком Тельца. Значит, смотрите, люди, рожденные под знаком Овна, они получат возможность сбавить темп, потому что их попытки, когда они пробовали заключить какие-то договора или сделки, оно не получалось, были какие-то задержки непонятные в финансах. Значит, теперь у вас есть шанс проявить инициативу и четко анализируйте все предложения, которые вам будут поступать, чтобы вытянуть подводные камни, потому что Новолуние для вас, там будет Солнце в соединении с Луной, но оно еще будет заденеть в соединении Лилит, поэтому вытягивайте подводные камни, то есть вы должны рассмотреть все бумажечки, все, что где мелким подписано шрифтом, все, чтобы вы не упустили важное. Вытягивайте эти все и заключайте удачные долгоиграющие соглашения. Сейчас Меркурий в соединении на восходящем узле, оно дает, в Близнецах дает вам шанс общения и развития новых коммуникаций. А тригон Меркурия с Сатурном даст вам заключить возможность нормальные долгоиграющие проекты, которые принесут вам прибыль и будут для вас успешные. Потом давайте поговорим теперь о знаке Тельца. Май для вас обострит финансовую тему, но вы не пугайтесь, потому что окружение вам даст выход из всего, общайтесь больше с людьми. Для вас начинается новый цикл, потому что Новолуние в Тельце в этом году, именно сейчас, больше его не будет, дальше пойдут Близнецы Лев и дальше, поэтому не теряйте, это новый цикл, вы можете подумать о своем бизнесе, подумайте, поищите спонсоров, могут появиться спонсоры, которые вложат в вас деньги и предложат вам какой-то параллельный проект с вашей работой. И хорошо заняться укреплением здоровья, будьте поближе к природе. Для Близнецов. Для Близнецов у вас решение возникающих проблем. Не надо бросаться на амбразуру, не надо сейчас светиться, потому что качели, которые у вас происходят в последнее время, задержки в делах и спад энергии, они пройдут, потому что солнце, ну правда оно только 20 мая, вечером перейдет в знак ваших Близнецов, и поэтому даст вам энергию. Но сейчас в связи с этим новолунием, не делайте предпосылки к кардинальным изменениям вашей судьбы, ваших планов. Это будет, оно не даст вам того результата, на которое вы рассчитываете. А для чего хорошо это время? Используйте его для общения, для ремонта, если в этом возникла необходимость, и общение с семьей. Для знаков рака. Ну а вот раки, да, не ввязывайтесь в авантюры, ни в какие. Если вам что-то предложат, будут говорить, ах, как там здорово, как хорошо, не верьте, проверяйте информацию досконально. И не афишируйте свои денежные романтические отношения, потому что потом оно вам выйдет боком. Но зато у вас в 12-м доме сейчас Меркурий, Венера, поэтому не надо о себе рассказывать много. Но Венера достроит квинтиль к Нептуну. Что это значит? Это значит, что в романтических отношениях у вас могут быть какие-то подарки, какой-то всплеск влюбленности, хороших отношений. И Марс дает септили Курану, какие-то оригинальные, неожиданные подарки, сюрпризы, судьбы. И можно попробовать вот с 14-го мая до 29-го, правда, мая, купить лотерею. Не надо там все деньги вкладывать в лотерею, но возможен хороший выигрыш. Так, для львов. Ну, лев. Дело в том, что сейчас уже это на Волоне открывает коридор летних затмений. И аура затмения львов все-таки больше будет сейчас затрагивать. Но у вас есть шанс в карьере. Ставьте свои цели и не спешите. Обдумывайте, то ли вы хотели иметь по жизни. Хорошо для вас быть в коллективе, потому что для вас будет благосклонность. И появятся новые инвесторы, которые помогут вам начать свой бизнес, если вы уже к этому готовы. Если были какие-то проверки налогового или еще что-то, они наконец-то закончатся. Закончатся, закончатся в вашу пользу. И у вас начинается новый этап и благополучие. Тем более, что с 20 мая ситуация улучшится, потому что солнце перейдет в ваш 11 дом гороскопа. И можно тогда оригинальное купить себе какие-то подарки. Вести себя хорошо и сделать оригинальные подарки своим близким. А вот девы, вспоминаю всегда песню, что не надо зря тратить нервы, вроде зебр, жизнь вроде зебр. Так вот у девы сейчас вот такая будет полоса. И возможны обманы в близком окружении. Конечно, оно может быть неприятно, но за то, что увеличение дохода, интересные идеи, общение, гармония и комфортное состояние. Тоже хорошо природа и коллектив. Весы. У весов, как и в знаках воздуха, у близнецов, у весов качели. Служайте свою интуицию и не торопите на данном этапе события. Позитивные изменения уже рядом и не упустите свой шанс. Избавьтесь от своих сомнений. У вас будет все хорошо. Берегите на данном этапе почки. Аспект квадратура с Венеры, с Юпитером, он уже расходится. Если были проблемы, связанные с вышестоящими органами или с контролем, они тоже уйдут. Для скорпионов, ну скорпионы, вы ищите взаимопонимание с окружающим и воздержитесь от выяснения отношений. Ничем хорошим выяснение отношений для вас не закончится. А с 20 мая получаете помощь. И одинокие скорпионы, если в этот, то у вас есть романтические встречи, новые знакомства, которые впоследствии могут закончиться союзом. Стрельцы. Ну стрельцы, у вас этот месяц, месяц затмений. Затмение будет в шестом градусе стрельца. Вот пришло ваше время избавиться от хлама, пересмотреть вещи, которые вам не нужны, которые вы не носите. Лишнее все уберите и наведите в порядок. Зато у вас будет помощь от вышестоящих органов романтика. Если вы учитесь, то у вас будет помощь по учебе. Для козерогов тоже хороший период, стихия Земли. Будет интересное общение, новые проекты, потому что Венера достроит тригон в течение месяца к Сатурну. И будет улучшение отношений с окружающими. Если вы ходите на танцы или где-то вам нравится проявлять себя на сцене, выступайте, делайте свои номера. Удача идет вам навстречу, потому что Меркурий тоже в соединении с восходящим узлом, с программой. Для водолеев появился шанс изменить свою жизнь к лучшему. Юпитер, звезда королей, переходит в ваш второй дом, солнечный знак от вас в Рыбы, 14 мая 2021 года. Что оно вам даст? Оно вам покажет картину, которая у вас будет следующий год, целый 2022 год. Оно вам покажет, как вы будете развиваться, какие будут прибыли, какие дела. Это и подарки могут. Вы тоже можете купить лотерею. Наконец-то погода в доме будет налаживаться. Будет хорошо, исчезнут разногласия, те недомовки, которые у вас были, наконец-то разрешатся сами собой. С детьми будет хорошо, можете проводить какие-то романтические. Если у вас свой дом, вы там можете шашлыки пожарить или сделать какой-то салатик, или на природе пикник можете себе организовать. Рыбы Юпитер заходит в ваш знак. Венера будет давать секстиль к Нептуну. Это и романтика, и деньги, и прибыль. Вы можете в это время, у вас там два месяца, вы можете обозначить то, чем вы захотите заниматься в следующем году. Потому что Юпитер, он бывает всего 12 лет в одном знаке. А рыбы можете слушать музыку, выходите на природу. Единственное, что обратите внимание, рыбы, что сейчас очень много змей, и они могут быть в воде. Вот это надо быть осторожным. Ну а теперь, чтобы вкратце, быстренько пройдемся по всем, то, что общее для всех знаков зодиака. Смотрите, 26 мая будет полное затмение Луны. Вот и что оно будет давать? Повышается вблизи, это будет суперлуния. Опять повышается восприимчивость людей к общему фону. То есть может возникать раздражение. Люди могут неадекватно относиться друг к другу. В это время активизируются люди, у которых ненормальность с психикой. Поэтому им доказывать ничего не надо. Если они встретятся на вашем пути, просто будьте от них подальше. Но весь месяц май там все-таки хорошо, потому что Меркурий готовится к ретроградному движению. Он пойдет с 30 мая. Поэтому до этого времени постарайтесь навести, если вы хотите купить, допустим, машину или какой-то транспорт, лучше это сделать с 20 мая до 23-го. Три дня, потому что аура затмения там уже начнется полностью. И в те дни не принимайте каких-то судьбоножных решений. Отложите по возможности перелеты, дальние поездки. И если уже необходимо съехать, пожалуйста, будьте очень внимательны на дорогах, потому что человеческий фактор будет очень-очень воздействованный. Вы можете не так поступить. И с 30 мая, когда будет ретро-Меркурий, мы поговорим об этом потом. Просто возможны кражи, возможно захлопывание дверей. Не оставляйте в бардачках ни документы, ни деньги, ни какие-то важные бумаги. Потому что потом оно будет сложно это восстановить. Но к этим по затмению и по ретро-Меркурии мы можем поговорить позже. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Берегите друг друга. 13-го числа солнце будет в точном соединении с черной луной. Поэтому не принимайте никаких важных решений. Не начинайте новые проекты, потому что возможны ошибки, просчеты и конфликты. А в остальном все будет хорошо. Берегите себя.